Привет! Я Алмагуль Мерсейд в гиковской программе Комикс. Предпоказ отряда самоубийц я благополучно прошляпила. Ну, что поделать, отпуск дело такое, не до работы. Но трудовые будни вступили в законные права, и пора начинать. И в этом выпуске. Отряд самоубийц и как менеджеры писали сценарий для этого фильма. А также обзор самого комикса о плохих ребятах DC под командованием Аманды Уоллер. Несмотря на то, что на предпоказ я не попала, ничего не помешало мне сходить на Отряд самоубийц, чтобы составить собственное мнение. А учитывая количество негативных отзывов и... ой-ой-ой-ой-ой спойлеров, на которые хочешь не хочешь, а так или иначе накнешься, то нужно было срочно бежать в кинотеатр. Наверное, после всех рецензий я уже не ожидала многого и была, как бы сказать, заранее разочарована. Скорее всего, в этом и есть вся фишка – не ждать от фильма ничего, чтобы впоследствии получить удовольствие. Ребята, которым фильм не понравился, не надо ничем в телевизор швырять. Сколько людей, столько и мнений. Однако, знаете, как сказал один мой товарищ и коллега, ощущение, будто сценарий для фильма писали менеджеры, которые знают, что people have it. О, здесь нужно побольше красотки Харли, не забываем про вид сзади, парни заценят. О, а тут надо показать, что Джокер действительно любит Харли. Это девушки заценят, они захотят собственного пудинга. Ха-ха-ха-ха, давайте тянем. О, тут Уилл Смит, тьфу ты, то есть Дэдшот должен клево стрелять. Эдакий черный парень, который вроде нехороший, но и неплохой. Он страдает, да, в общем, типичная роль для Уилла Смита. Одной любовной ветки мало, нужно больше несчастной любви, нужно больше метаний. Вообще отношения Джокера и Харли в фильме действительно весьма странные, ибо на самом деле эта парочка еще безумнее, чем кажется. Ну, для начала мистер Джей свою спутницу больше использовал. Он в нее и стрелял, и убить пытался. В свою очередь Харли разрывала с ним отношения, также пыталась убить. Можно сказать, что она его ненавидела, но одержимость им не давала ей покоя, и девушка снова возвращалась к зеленоволосому красавчику. Ну, это если говорить о комиксах. То есть порой их отношения выглядели примерно так. Пирожок, ты пирожок! Не пирожок! Кружочкой мне тут! Я пропала, ты неожиданно обставилась с новыми друзьями, даже нового парня нашла! Или так! Будет как в старые времена! Ну и дальше наподобие! О! Хотя, что любопытно, в одном из номеров комиксов об отряде самоубийц, Аманда Уоллер, которая выглядит на страницах гораздо стройнее и привлекательнее, чем в том же самом мультфильме, сказала, что Джокер по-своему любит Харли. Весьма по-своему. И не столько Квин не может его отпустить, сколько он сам не может оставить девушку в покое. В общем, парочка, несомненно, популярная, но такая ненормальная, что скажу вам честно, В фильме не показали и десятой доли их безумия, но определенно постарались. Аплодисменты! Хотя было очень мило наблюдать за тем, как Джокер пытается вытащить Харли. Не дай бог обидеть королеву. Скорее всего, в другом случае мистер Джей и не появился бы в фильме, хотя изначально с первыми трейлерами казалось, что он и будет мишенью отряда. Упс! Пардон, за спойлер. Вы этого не слышали? Однако, кого я обманываю? Все и так знают, кто главный противник отряда самоубийц. Кстати, на самом деле Джокер собственноручно толкнул Харлин в Чан, где переродился сам. Но это так, отсылочка к комиксам. Уилл Смит типичный... Уилл Смит. Кажется, в последних фильмах он играет самого себя. Возможно, эту роль специально писали под него. Однако, судя по некоторым комментариям, крутой черный парень, который никогда не промахивается, покорил часть женской аудитории. Чародейка, или как ее еще называют, чаровница, тоже была весьма неплоха. Местами ее действия выглядели даже несколько криповато. Понравилось, что ее способность сражаться с несколькими противниками одновременно не слили в кино. Она действительно задала им жару. К слову, есть вероятность, что линия Чародейки может стать своего рода мостиком к проекту «Темная Лига Справедливости», где Кара Делевинь сможет сняться в роли Джун Мун. Но это, скорее всего, слухи. И давайте не будем забегать вперед, а для начала дождемся обычной Лиги Справедливости. Лиги Справедливости Я слышал о тебе. Не думал, что ты настоящий. Иногда чересчур. Кстати, если говорить об Эль Диабло, вам известно, что когда он использует свои способности, часть его татуировок начинает исчезать. Эдакий падре на пути к искуплению, который не хотел пользоваться дарованной ему силой, дабы не пасть еще ниже. Очаровашка Крок, а он действительно считает себя красавчиком, оказался не таким уж и монстром, хотя по сравнению с королевской акулой, которой постоянно хотел мяса и съедал людей заживо, без всякого зазрения совести, Крок действительно больше был похож на пацифиста. Ну так, совсем чуточку. Что радует в киновселенной DC, так это то, что хронология событий соблюдается во всех фильмах. Почти во всех. Взять человека из стали, Бэтмен против Супермена, а затем отряд самоубийц. То есть, БПС вышел, по сути, после действий Супера, когда Брюс Уэйн наблюдал за тем, как Кларк разносит здание, а люди погибают. Затем, вероятно, он отправляется на поиски мета-людей, чтобы собрать свою команду под названием Лига Справедливости. И, естественно, в этот момент случается очередной коллапс, где Бэтмен не помощник, ибо его попросту нет. И тут вступает отряд самоубийц. А вот Марвел этим похвастаться не может. К примеру, где ходят Мстители, когда в агентах Щ.И.Т.а обычные люди сражаются с чем-то невообразимым? Вот где? Ладно, тот же самый Тор может тусоваться в Йотумхейме, к примеру, а остальные, в конце концов, Наташа Романова и Клинт Бартон, являются агентами Щ.И.Т.а как-никак. Да-да, можно скинуть на то, что сериал и кино находятся в разных вселенных. Однако, в агентах Щ.И.Т.а были отсылки к событиям, происходящим в фильмах. Вот только киногерои, в отличие от героев сериала, по всей видимости, плевать хотели на вторых. Но это так, мое маленькое фе. Хотя я очень люблю Марвел, правда. Ну и раз уж мы говорим об отряде, то давайте разберем непосредственно сам комикс о лучших из худших. Или худших из лучших? Нет. Все же лучших из худших. Сценарием занимался Адам Гия. С художниками были Федерико Далочио, Ренсом Гетти и Скотт Ханна. Ну и далее по списку. Кому интересно, сам загуглит. Сюжет начинается с одной из миссий Аманды Уоллер. Да-да, того самого узурпатора без души и сердца. Но не нужно думать, что она стала такой просто потому, что количество кошек превышает количество мужчин в ее жизни. Нет. Капитан Уоллер на одной из опаснейших миссий теряет своего напарника. Там ей пришлось столкнуться со злодеем Регулусом, который организовал еще и целый культ в честь себя. При этом ее напарник не просто трагично погибает, но подвергается какому-то вирусу, который поразил огромное количество людей. Видок у него, конечно, был не очень от слова совсем. И по всей видимости, его муки так сильны, что он просит Аманду убить его. Что женщина и делает. После этой миссии Уоллер больше не хочет, чтобы хорошие и бравые ребята, которые работают ради спасения своей страны, погибали. И она предлагает собрать новую команду из тех людей, чья смерть никого не будет волновать. Сэр! Вольно, капитан Уоллер? Вы хотели меня видеть? Да, сэр. Думаю, я нашла способ разобраться с Регулусом и проблемой Мета. Новая команда. То есть как команда 7? Нет, сэр. Что-то, чего мы еще никогда не делали. Я хочу использовать солдатов, на которых плевать. Я хочу использовать заключенных, которым нечего терять. Я хочу создать отряд самоубийц. Я хочу, хочу, хочу. В итоге, конечно, создала, предварительно всадив каждому из заключенных бомбу в шею. Если мне память не изменяет, то первоначальный состав был из Дэдшота, Харли Квинн, Эль Диабло, Королевской Акулы и Паука. Последних слов у злодея себя не считал. Его называли мстителем, который расправляется с плохими парнями. Чем-то напоминает Джейсона Тодда в этом плане. Ну а Капитан Бумеранг появился чуть-чуть позже, и в комиксах он был гораздо менее очарователен, нежели в фильме. Дэдшот оказался не таким благородным, каким мы увидели его на экранах. Ему, в принципе, на всех плевать, что логично. Даже безумная девочка-клоун оказалась куда человечней, что ли? В самом комиксе Харли далеко не блондинка. Весь стиль одежды и волос в том числе состоит из черно-красного цвета. Ну и куда же без очень бледной кожи? Скажем так, в некоторых моментах тащила определенно она. Нет, это не культ личности Квинн в лице Марго Робби. Но действительно, когда многие супергерои... Пардон, суперзлодеи попросту выходили из игры, будучи не в силах продолжать действовать, девочка-клоун без каких-либо способностей вывозила всех. Даже Дэдшота спасла, когда того хотели бросить. Как и в фильме, Эль Диабло старался не использовать свои способности для убийств. Даже против заключенных. Также там засветился персонаж по имени Вальтаик, который разносил врагов с помощью своих электрических сил. Прикольным персонажем оказался королевская акула, который постоянно говорил «Мясо!». В общем, парень был либо постоянно голодным, либо ему просто нравился процесс. Не исключено, что и то, и другое. Он даже съел несчастного Йо-Йо, милого азиата, чьи способности напоминают Рида Ричардса из «Фантастической четверки». И даже прожив в акулием брюхе около двух недель, Йо-Йо умудрился выжить. Призабавный персонаж. В общем, вся честная компания отправляется от одного опасного задания к другому. И что примечательно, в их бомбах, вживленных шеях, есть таймеры. То есть нужно не только выполнить миссию, но и сделать это в срок. Иначе будет... БАДАБУМ! Уоллер держит их на коротком поводке и расслабляться не позволяет. Правда, был момент, когда один из работников отключил бомбу в шее Харли, сказав, что она ведь обычная девочка без суперспособностей. Ага. Эта девчонка потом организовала бунт преступников, а сама тихонечко убежала, дабы найти лицо мистера Джея, которое хранилось где-то в полицейском участке. И некоторое время даже умудрялась вводить отряд за нос. По ходу прочтения комикса рождаются вопросы, на которые читатель получает ответ в следующих номерах. Так что интрига как таковая есть, но мучиться не заставляет. Рисовка просто прекрасна. Персонажи, прорисованные эмоции, в конце концов цветовая гамма, полностью дают прочувствовать атмосферу происходящего. В общем, если вам интересна история отряда, то вперед к прочтению. Ну а с вами была программа Комикс. Читайте, смотрите, погружайтесь в новые миры. Ну и о своем не забывайте. Скоро увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин